История языков 20 века История языков 20 века — это история упадка немецкого как главного языка научной коммуникации и головокружительного взлёта на этот педестал английского. В 21 веке английский стал важнейшим международным языком общения и не только. Сегодня на нём пишется большинство научных работ и сообщений. Благодаря ему результаты научных исследований могут быть представлены большому кругу учёных, специалистов и практиков. Кроме применения английского как языка доклада в статье и резюме, у него есть ещё одна очень важная функция — это устное общение учёных. Знание английского языка — гарант вовлечённости не только в международный социум, но и в мировую научную жизнь. Конкурентоспособность нашей молодёжи, развитие научного потенциала страны, возможность постоянного совершенствования знаний посредством овладения английским языком. Все эти задачи предусмотрены в 79-м шаге плана нации «100 конкретных шагов» и в государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2016 и 2019 годы. Действительно, английский сегодня самый востребованный язык. На Земле более 400 миллионов людей — его носители. И для более 500 миллионов человек английский является вторым официальным языком. Понимая это, наша страна проводит реализацию важных шагов в развитии англоязычного школьного образования. Ведь где, как не в школе, представлено огромное поле возможностей для овладения языками? С 2019 года все наши старшеклассники будут по выбору изучать на английском предметы естественно-научного цикла — химию, физику, информатику или биологию. Это нововведение не перестаёт будоражить как родительское, так и учительское сообщество. Кто-то выступает в поддержку реформы, а кто-то говорит о том, что её реализация — несбыточные иллюзии. Здравствуйте! С вами образовательный проект «БЛМ». Тема сегодняшней нашей программы — предметы на английском. Зубрить нельзя выучить. Зубрить нельзя выучить. Где поставить запятую? На этот вопрос я попрошу ответить главную героиню сегодняшней программы — Веронику Щербину. Преподаватель биологии школы-гимназии номер 4 имени Толстого города Степногорска. Скажите, почему вы решили изучать английский язык? Я считаю, что у каждого человека должно быть хобби. Хобби часто сопряжено с какой-то целью. Но изначально изучение английского языка было для меня именно в этой категории. Начиналось всё лет, наверное, 5-6 назад. Когда я начала путешествовать, я поняла, что английский язык имеет большую значимость. Потому что когда ты выезжаешь, особенно за пределы республики, это важно элементарно хотя бы сориентироваться в окружающем мире. Вы достаточно часто выезжали в силу своей профессии? Нет. В силу личных причин. Но сейчас, я могу сказать, если мы будем привязывать к профессии, мы с моими детьми, с моими учениками участвуем в ряде экологических программ и проектов. Они имеют международный статус. И в рамках этих программ и проектов мы сотрудничаем с зелеными школами разных стран мира. Но это сейчас. А с какими трудностями вы столкнулись в самом начале? Знаете, трудность была какая. Я теперь только... Вот только сейчас я её осознаю. Когда вокруг тебя море контента, прежде всего того, который даёт тебе интернет, и ты не знаешь, с чего начать, то есть у тебя есть видео, есть музыка, есть тексты, есть тесты, и тебя бросают из стороны в сторону в разные крайности, то вот, знаете, года два спустя я поняла, что мне нужен навигатор, и тогда я стала искать преподавателя. Не для того, чтобы он натаскивал меня на язык, но для того, чтобы иногда он мог где-то подтолкнуть, правильно сориентировать, где-то, может быть, так пристыдить. И я нашла такого учителя, и вот уже два года я занимаюсь с учителем дважды в неделю. А год назад у меня появился учитель онлайн. Это native speaker, он из Индии, он профессиональный учитель английского языка, живёт и работает в Астане, и мы общаемся каждую неделю по скайпу. Это здорово. Нам очень интересным показался сам процесс обучения. Давайте мы посмотрим сюжет, как это было в Степногорске. Хорошо. На самом деле, в младших и средних классах мы обучаем, об этом особо не задумывались. То есть, да, это обычная учебная практика. А вот сейчас старших, когда мы уже осознаём всю важность, то, что это сейчас, ну, зловодневно, грубо говоря, то на самом деле даже хочется и после школы просто сидя дома кышать себя языками. Аминь. 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 Наши школы, средние школы, не специализированные школы, ещё не готовы в такой степени к внедрению английского языка в преподавание предметов, естественно, математического цикла. То есть, на данном этапе, например, я не могу обязать их изучать биологию на английском языке. Это и не нужно, потому что если что-то насаждать, то можно как минимум бить мотивацию. Поэтому мы пошли по такому пути, как поэтапное внедрение. Например, элементарно с введения словаря. Изучаем какую-либо тему, например, в курсе анатомии. Значит, 10-12 терминов дети получают дополнительно на английском языке с транскрипцией. Мы проговариваем, делаем закрепляющие упражнения. И в следующий раз, например, когда дети отчитываются по этой теме в виде контрольной работы, самостоятельной работы, они знают, что они имеют возможность получить дополнительный балл или баллы за выполнение бонусного задания на английском языке к своей контрольной или самостоятельной работе. Я согласен с Татьяной. Я думаю, что в втором поле есть чистый балл, и в первом поле есть плохой балл. И в первом поле есть чистый балл, и в первом поле есть чистый балл, и в первом поле есть чистый балл. Недостаточно просто выучить язык, нужно приспособиться, использовать его, научиться на нем мыслить, а для этого нужно общение на этом языке. И как-то у многих это вообще не мало в жизни, а вот в школе, та же Вероника Александровна в частности, опять же, создает нам условия. Моя первоначальная миссия изначально подготовить ребенка к успешной сдаче единого национального тестирования и к поступлению в ВУЗ по выбранной специальности, где базовым предметом является биология. Я хотела сказать, что вы не только как учитель биологии и экологии вот здесь во время школьных занятий. У вас есть факультативы, на которые вы тратите, вау, сколько времени с разными классами. И еще это компания типа Шпира, которая расслабила нашу школу буквально не только по области, и не только по области, на международном уровне. Второе, как издалека я начала, это не были сначала уроки. Это были и есть факультативы. Потому что в факультативах, а также в формате прикладных курсов, спецкурсов, курсов по выбору, учитель более свободен в выборе контента, то есть содержания того, что ты преподаешь. С каждым разом, скажем так, порог болевого ощущения, он увеличивается. И также, если мы постоянно на протяжении многих лет будем практиковаться, а мы уже практикуемся довольно-таки продолжительное количество времени, мы постоянно практикуемся, практикуемся, и сейчас уже, в соответствии с данным временем, нам уже, так сказать, не так уж и сложно. Конечно же, еще есть высоты, которые мы не покорили, но если мы поедем за рубеж, уж точно мы не потеряемся и будем применять наши знания. Я работаю в формате перевернутый класс. То есть для меня эта технология удобна. Например, когда мы изучаем какую-либо тему, разбираем наиподробнейшее на родном языке, на русском, я обязательно потом использую социальную сеть ВКонтакте, там большинство учеников находится. Я в этот же день вывешиваю закрепляющие задания по этой же теме на английском языке. И когда мы встречаемся в следующий раз, мы начинаем наше занятие с того, что мы прорабатываем детально это домашнее задание, которое дети выполняли на английском языке. Вот для меня это оптимальный формат преподавания. Самое главное — не паниковать, быть дерзким. Мы все делаем ошибки. Поэтому немножко, может быть, учиться прощать себя. Не во многом, конечно, некочувственно, но какие-то неровности, они же незаметны в общении. Вот мы, например, общаемся с вами на русском языке. Если где-то что-то будет сказано не совсем верно с точки зрения лингвистики. Но мы ведь все равно поймем друг друга, правда? Я хочу сказать, что я восхищаюсь такими людьми, как Вероника Александровна, потому что это человек, который не знает предела саморазвитию. Потому что есть люди, которые, достигнув какого-то этапа, могут сказать, что я знаю все. Этот человек никогда так не скажет. Также, не знаю, есть такой стереотип, что с каким-то возрастом, надеюсь, он на меня не обидится. Но становится сложнее изучать, что-то учить, что-то в этом духе. И она напрочь разбивает этот стереотип, потому что этот человек развивается во всех областях, в каких только можно. Участвует везде, где только можно. И она вдохновляет учеников, стремится к саморазвитию, участвует везде, где только можно, использовать каждую возможность. И благодаря этому человеку я открыл очень много для себя, и я очень благодарен ей за это. Вы бренд-посол английского языка в Казахстане, посольство и государственный департамент. Провели какой-то конкурс, вы где-то выиграли. Расскажите об этом подробнее. Хорошо. Это очень интересный конкурс, и я счастливчик. Я стала одним из восьми бренд-послов английского языка в Казахстане. По итогам конкурса, который в декабре запустило посольство США в Казахстане, и организован он также департаментом США, суть конкурса заключалась в том, что любой человек, гражданин Республики Казахстан, достигший возраста 18 лет, вне зависимости от его профессии и так далее, должен был представить на конкурс видео не более чем 3 минуты. И суть видео сводилась к тому, почему я хочу изучать английский язык. Очень простая тема. Важно было показать искреннюю мотивацию, какой-то креативный подход, раскрыть интересную идею. Работ было очень много, как потом выяснилось, порядка 500. И мне посчастливилось стать одной из восьми избранных. Это так здорово. Что вы будете там делать? Что вы будете делать там? Мы уже делаем, буквально вчера был очередной вебинар, организованной посольством. Суть я расскажу. Она сводится к тому, что в течение года мы под эгидой посольства США в Казахстане популяризуем идею изучения английского языка всеми, независимо от возраста и каких-то других факторов. Что нужно делать для того, чтобы выучить английский язык именно педагогам, которые будут вести предметное обучение? Я думаю, что я не открою секрета. Первый и главный краеугольный камень — это мотивация. То есть как бы нас ни побуждали, как бы нас ни принуждали, будь то приглашение, будь то давление сверху, если человек внутренне к этому не придёт, что это ему необходимо, это невозможно. Главное — правильно расставлять приоритеты. Если мотивация вас подогревает изнутри, поверьте, вы найдёте время, силы, возможность. Вы будете жертвовать чем-то другим, может быть, как-то сдвигать, уплотнять свой график, откажетесь от претензий на что-то, но вы будете это делать, если вы этого хотите. Потому что вы знаете, что если вы этого не хотите, вы будете искать причины. Я прошу, пожалуйста, обратить внимание на наш экран. В целях подготовки к преподаванию предметов естественно-научного цикла на английском языке Министерством образования и науки Казахстана были организованы курсы повышения квалификации для учителей, преподающих физику, химию, биологию и информатику. В 2016 году языковые курсы повышения квалификации прошли 750 учителей. В 2017 году — 12 337 учителей. Итого за счёт республиканского бюджета языковые курсы прошли 13 087 учителей. В 2017-2018 учебном году преподавание отдельных предметов естественно-научного цикла на английском языке в пилотном режиме начато в 153 школах, а внедрение элементов английского языка в преподавание предметов начато в 379 школах. В целом, на сегодняшний день результат достаточно положительный. Я представляю нашим телезрителям Лауру Карабасову, руководителя Департамента образовательных и профессиональных программ Центра образовательного лидерства Назарбаев Университета. Центр тесно сотрудничает с Министерством образования и науки в рамках реализации программы повышения квалификации учителей естественно-научного направления. Лаура, расскажите, пожалуйста, с чем столкнется учитель, который придет в ваш центр? Какие трудности в изучении языка могут возникнуть? И как справляется с этим ваш центр? Как помогают учителям? Наверное, начну с центра. Наш центр образовательного лидерства Назарбаев Университета был основан в прошлом году, в 2017 году. Основные направления нашей деятельности – это организация и проведение языковых курсов для наших сотрудников, также для всех желающих, также проведение курсов повышения квалификации по заказу Министерства образования и науки и деятельность тестового центра. Хочу отметить, что деятельность нашего центра включает постоянный мониторинг, обзорные визиты в регионы. Я хочу говорить именно конкретно про ту когорту, которую обучал наш центр. Это 4068 человек, которых мы обучили в прошлом году на уровнях А1 и А2. То есть мы с полным отрывом от производства обучали. Это были как сельские, так и городские учителя. Но в этом году мы обучаем только сельских учителей. А как вам попадают эти учителя? По желанию или вы отбираете их? Очень интересный вопрос. В прошлом году эти учителя к нам попадали списком. Контингент формирует. Это заказчик Министерства образования и науки. Но в этом году, что хорошо, слушатели в большинстве случаев к нам попали по желанию. То есть министр сам сказал, что попадают только те, которые хотят учиться. У меня есть конкурент Назарбаев университета. У них своя методика. Называется билингвальный учитель-предметник. Это Нурбулат Базарбаев. Центр профессионального обучения УСТАЗ. Расскажите о своем центре и о своей программе. Насколько она лучше, чем программа Назарбаев университета? Нежели мы партнеры, чем... Да, да. Программа у нас одна. Да, у нас единая программа. Мы каждый месяц в две недели, например, мой регион, западный регион. Я обижаю эти города лично со всеми, со своими группами общаюсь. У вас не одинаковое количество учителей, не одни и те же? Одинаковое количество, и точно так же, как без отрыва и с отрывом. И, например, в этом году у нас цель, чтобы у слушателей развился навык общения, спикинг. И поэтому мы уделяем больше времени на спикинг. Самое интересное, то, что сейчас мы видим огромный интерес самих учителей к этому процессу. И молодые, и немолодые учителя. Все сейчас изучают английский язык. Национальная академия образования провела первый этап мониторинга. И мы опросили очень большое количество респондентов, приняли участие в этом онлайн-опросе. Порядка 130 тысяч детей приняли участие в этом онлайн-опросе из всех регионов Казахстана. 90 тысяч родителей. И вот предварительно уже нам самим было быстрее посмотреть, как же ответили на некоторые вопросы наши дети. Мы прямые вопросы задавали. Хотите ли вы изучать английский язык? И хотите ли вы изучать один или несколько предметов на английском языке? Я вам скажу. 91,2 детей опрошенных. Процентов. Сказали, да, мы хотим. Учителей тоже спросили, готовы ли они повысить свой уровень владения английским языком. Учителей химии, физики, биологии и информатики. 9 тысяч, точно не помню, но чуть больше 9 тысяч респондентов, учителей приняли участие в этом опросе. 82,3 процента, если не ошибаюсь, 82,3 процента учителей сказали, да, хотим повышать. Лейла Сархазовна, ну вот мы плавно-плавно перешли к вам. Будучи директором Центра трехязычного образования Национальной Академии образования имени Алтан Сарина, какой вы являетесь, скажите, пожалуйста, ваше мнение, все-таки методология, которую разработал ваш Центр по изучению английского языка, насколько она успешна сейчас, как она внедряется, с чем вы сталкивались при внедрении, и так ли она хороша? Хороша однозначно, но есть проблемы, мы не говорим, что все так здорово и идеально, так не бывает. Я еще раз говорю, при широкомасштабном внедрении каких-то либо идей, продвижение всегда бывает нелегким, особенно поначалу. Мы говорим сейчас о том, что мы нашли один такой международно признанный метод обучения, мы его называем от КЛИЛ, интегрированное обучение предмету и языку. Давайте поговорим о летних школах, когда у детей каникулы, когда у студентов каникулы, когда у преподавателей есть свободное время, и мы можем усовершенствовать, то есть есть время. Летняя школа однозначно, мы прописывали, что там не должно быть уроков. Да. Не должно быть уроков. Это живая среда, в которой мы хотим изучать язык постепенно, внедряя, вкрапливая. Пусть сначала не знакомы. Я сама начала изучать английский язык. Сколько дней эта летняя школа? Скажите, платная это или бесплатная для детей? Летние школы организовываются муниципальными органами, местными исполнительными органами. Там разные варианты. Есть и платные, есть и бесплатные, есть и льготы. Я хотел познакомить, это Алтымбек Карабатыров, он разработчик учебников. Кстати, вот непонятная для меня вещь, если мы на английском языке даем предметы, есть Англия, Америка, которые всю жизнь уже эти учебники разработали, почему по их учебникам не обучаться? Для чего учебники казахстанские, тратить на них деньги и силы? Здесь очень большой вопрос, по идее. То есть, если мы возьмем английские учебники, на самом деле там очень много чего мы не учтем. Самый элементарный – это менталитет. Вот это ваш учебник? Да, постепенно переходил на английский язык. Мне кажется, даже в некоторых технологиях, может, даже в Британии ее обогнали. Обожаю вот эту книгу, люблю ее очень, любят дети. Мы начали работать именно по ней. Эти учебники получили педагоги, проходившие курсы обучения английскому языку, предметное обучение. Я считаю, лучшая версия. Объясню почему. Да, мы можем использовать самые разные учебники зарубежные. Мы имеем такие, как педагоги, в электронном виде. Почему не могу использовать как готовый продукт? А программа другая. Их программа учебная не соответствует нашей. Она лучше, хуже? Она другая. Второе – адаптированный уровень. Во-первых, к нашей программе уровень адаптированный по сложности. Да, вы сказали правильно, упомянули времена. Очень легко воспринимается. Трудно мне открыть, но покажу. Иллюстрированный. Иллюстрированный учебник великолепно. Очень напоминает учебники английского, современные, да, оксфордские, там, Макмилланы здания. Здорово. Единственное пожелание – чего там нет? Транскрипции. В этом году на базе Назарбаев университета обучаются только сельские учителя. Они все получат эти учебники бесплатно. Я предлагаю теперь перейти от теории к практике. И о тонкостях этой практики нам расскажет Зауре Садыкова, директор школы-лицея номер 48, столичного лицея Дарын. Сами родители как воспринимают внедрение полиязыча? Как они реагируют? Родители бы хотели, чтобы дети были бы продвинутыми. Поэтому, например, у меня в школе, если в одной параллели обучается, скажем, 8 или 9 классов, из них 2 класса с полиязычным обучением. В каждом регионе у нас есть и по 3, по 4 школы с трехязычем. У них набор, например, где-то в 5 класс, а где-то в 7 класс. И я бы не сказала, что они идут очень плохо, идут прекрасно. Дети поступают в Назарбаев университет, поступают, например, в КИМЭП, КБТУ в Казахстане. Например, мы не сильно ориентируем на заграницу, но, тем не менее, есть дети, которые ежегодно 15-20 лет поступают в вузы с английским языком обучения. Мне 56 лет, 57-й, я тоже владею 5 языками, и ежедневно час-полтора учу английский язык. Нельзя сидеть и думать, да ничего страшного, у меня еще 20-30 лет жизни, я английский выучу, нет. И вот я хочу еще, если у меня есть 30 лет или 40 лет жизни, я хочу еще посмотреть полмира, и все, что выучила, вернуть, отдать своим детям. Ну, спасибо вам. У меня просто после ваших слов поток воодушевления. У нас, оказывается, и государство, и Министерство образования настолько заботятся о своем кластере, об образовании, о том, что есть возможности у людей, не просто там молодых, но и в возрасте изучать языки и добиваться таких колоссальных хороших успехов. Ну, замечательно. А сегодня в студии находятся учителя, которые уже преподают на английском языке. И, Лаура, я хочу обратить ваше внимание, у них уровень B1, B2 и выше. Это Галия Байгонова, учитель химии школы-гимназии номер 30, и Сергей Михно, учитель информатики школы-гимназии номер 5. Сразу же возникает такой интересный вопрос у меня к учителю информатики. IT — это прежде всего язык технологии. Мне кажется, без знания английского языка ни один софт ты не напишешь так, как необходимо для поддержания того или иного бизнеса. Как ведется это преподавание в школах IT-специальности? Вы хорошо подметили то, что мы учителя информатики в более привилегированном отношении по сравнению с остальными, так как часть нашего предмета и есть английский язык. Простые конструкции алгоритмического языка, программирования, они построены на английском языке. И учителя информатики, изучая и преподнося новый софт, новую программу, она в любом случае выпускается на английском языке. Нам нужно за этим успевать. Информатика — это постоянное обновление, мы в постоянном темпе. Учебная программа успевает за информатикой? В данном случае учебная программа по обновлению содержания, она переписана. И, как вы знаете, уже с третьего класса начнется преподавание информатики в этом учебном году. И уже есть информация о том, что преподавание информатики начнется в дальнейшем либо с первого, либо с второго класса. Вот в данном случае я, как тоже один из разработчиков этой программы, мы над этим работаем. Нет ли такого риска, что ребенок, который учил предмет на своем языке, приходит на предметное изучение на английском, и вдруг, например, отличник показывает низкий результат, да? Вот как вы с этим справляетесь? Вот как решаете проблему специфических терминов с английским языком? Как вот эта интеграция происходит? Не теряется ли качество? В первое время было очень сложно, в каком плане, что и дети в шоке, потому что, понимаете, вести все время на русском языке, даже если мы перейдем на просто терминологическое преподавание, так, но здесь, знаете, какой выход мы нашли, по крайней мере? Есть много вопросов по химии, которые можно представить в виде схем, в виде диаграмм. И если мы просто даем какое-то корневое слово на русском языке, а потом дальше пошли ассоциации. Ассоциации все представлены именно на английском языке. Понятия, понятия привязаны к нашему, например, тоже понятие атом. Из чего состоит атом? И вот пошли его составляющие, все это представлено на английском языке. И если ребенок визуально в течение хотя бы первого урока видит это все, он это запоминает, на втором уроке это закрепляется. И получается, словарный запас пополняется. А словарный запас пополняется, значит, он уже начинает немножко раздвигать вот эти границы того, что он хочет узнать больше. И потом появляются уже небольшие предложения, уже коротенькие предложения составлены на английском языке. И вот он уже начинает потихонечку проговаривать это. Это проблема, наверное, даже не в детях, а проблема в нас самих учителях. Потому что мы боялись в первое время и боимся до сих пор что-то сказать неправильно, что-то сказать, показать неправильно. То есть это синдром собаки, да, когда сказать можешь, да? Да, все понимаешь, сказать не могу, да? Вот это и не верно, что-то даже такое и есть, да. Та же биология, которая ведется на английском языке, у нас есть возможность в старших классах вести элективные курсы. В средних школах есть факультативы. Поэтому это не дублирование, а дополнение, например, по наиболее сложным темам вести элективные курсы на языке обучения. Предположим, школа с казахским языком обучения или с русским языком обучения. В итоге это дает результат, что наши дети, сдавая итоговую аттестацию или ЕНТ, они показывают очень высокие результаты. В этом году есть возможность детям сдать ЕНТ на английском языке. И вы знаете, там уже записались очень много детей. То есть себя опробовать на английском языке ЕНТ – это те дети, которые не учили предмет на английском языке. И уже огромное желание у детей сдавать ЕНТ именно на английском. Ну что ж, уважаемые гости, уважаемые учителя, теоретики, практики. Исходя из вашего опыта, у нас такой последний вопрос программы. Где можно поставить запятую? В выражении «зубрить нельзя, выучить». «Зубрить нельзя, запятая, выучить». Отлично. Уникальным можно назвать грузинский опыт внедрения английского. В 2010 году туда приехали 3000 учителей, волонтеров из США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. И практически в каждой грузинской школе, даже в сельской, были преподаватели-носители языка. На вопрос, что надо сделать, чтобы все наши ученики свободно заговорили по-английски, можно ответить банально просто. Надо, чтобы заговорили свободно все наши учителя. Я уверен, у наших педагогов все получится. Многие люди, испытывающие потребность в получении новой информации, очень жалеют о том, что в свое время не освоили курс обучения английского языка. В перспективе в Казахстане сформируется такой тип школы, где будет качественное преподавание на всех трех языках, что даст нашим детям возможность свободно общаться и понимать друг друга. И главное, иметь доступ к передовым мировым знаниям. Предметы на английском зубрить нельзя выучить. Каждый может понять и принять эту фразу по-своему. Одни, не вникая в смысл преподавания предметов на английском, внушают своему ребенку просто пересидеть пару лет в старшей школе. Другие же донесут ребенку, что знание английского языка – требование времени, необходимый критерий для получения престижного места работы, для развития успешной карьеры и для того, чтобы стать полноценным участником мировой, общественной, культурной и научной жизни. Поэтому зубрить нельзя выучить. Сегодня это возможно и необходимо с нашими учителями и в наших школах. Вы смотрели программу БЛИМ. See you soon and all the best. Субтитры создавал DimaTorzok